Отец, ата, дед, ага, ата, прадед, баба, пра, прадед, тупа, ата, пра, пра, прадед, дед, ата, пра, 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 дед. Все правильно вроде, да? Если что, исправляйте. Жиды урпат, потомки до седьмого колена. Бала, сын, немерев, внук, щеберет, пра, внук, щепчет, пра, внук, немене, пра, пра, внук, жигжат, пра, 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 внук, и журагат, пра, 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 внук. Вроде все правы, я правильно прочитал. У казаков запрещались браки между родственниками до седьмого колена, поэтому знать их имена было обязанностью каждого казака. Все же знают? Да, хорошо. От басэ, жануя, пала, шага, уй, отау, жы, орда, ел. Эти слова обозначают семью в понимании лексиконии казахского народа. Созданная новая семья, ячейк общества, не является отдельной единицей, а является частью огромного рода. Все ближние окружения обучают и помогают в становлении молодой семьи. Например, женщина рода помогает молодой матери в послеродовой 40 дней ухаживать за ребенком. Вот такая важная информация, которую мы с вами должны были знать. Ну а сейчас, дорогие друзья, встречайте нашу замечательную певицу и нашу сестру Сабину. Падаю вашу бурное аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Бесы и колыбель — это священная ценность каждой казахской семьи. И он очень бережно обслуживается и используется из поколения в поколение. Когда ребенка впервые берут на руки, проводится ритуал под названием «Виски салу» — укладывание в колыбель. Такой ответственный обряд совершает по приглашению самая мудрая, добрая бабушка. Перед укладкой ребенка в колыбель ее очищают пламенем и дымом особых трав. Это называется «Аластал» и нужной для обеззараживания колыбели. Так как казахи — кочевой народ, проживающий в юртах, для отпугивания змей, колыбель обтирали колыбель молоком. Кобыли молоком. Сверху к деревянной люльке привязывали перья совы, которая считается защищать ребенка от мисекомых и грызунов. Конфеты и другие сладости опускаются через отверстие в центр люльки, которые используются для того, чтобы ребенок оставался чистым и сухим, а после разкидывался как шашу присутствующим женщинам, чтобы поделиться счастьем материнства. И это озвучивается от штама-тшты, от штама-тшты. Гости подтверждают «Ятшты». Приглашенная бабушка переняет ребенка после того, как подготовила колыбель. Нужно убедиться, что у ребенка комфортно и тепло. Матрасики и подушки вышивались из самых мягких и приятных материй, набивали их мягкими перьями. Именно поэтому оно называется «хостусе», что переводится так «птичья постель». Добавена – это очень много бюл Завязка, которая отбивает руки ребенка, называется полбау. Чтобы ребенок не выскользнулся с колыбели, а завязала, которая отбивает ноги, и ребенка. Бабушка завязывает ребенку, кладет бисер, обвязывает ребенка. Отбивает руки для того, чтобы ребенок не выскользнул. Также завязка отвязывает ноги. Он называется Аяф-Вау. Аяф-Вау также предназначен для того, чтобы ребенок вырос прямыми ногами и лежал ровно. Таким образом, бабушки показывают молодой маме, как пеленать ребенка в бисер, то есть обвязывать. Мы благодарим бабушек Аполлакар Ахмет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»